МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На национальном телевидении ЧУАШИ информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. 2012 год подходит к концу. Пришло время подводить итоги и делать выводы. Все ведомства сегодня отчитывались о проделанной работе. Как исполняются указы президента страны, реализуются республиканские программы. Михаил Игнатьев обсудил с главами районов в режиме видеосвязи. Все познается в сравнении. В этом году по отношению к прошлому общая площадь введенного жилья уменьшилась на 13,5%. Отчеты по исполнению программы жилищного строительства в уходящем году особо не радуют. Отдельные муниципалитеты с поставленными задачами не справились. Почему так случилось, разбираться будут позже. Сейчас надо спасать положение. Невыполнение взятых обязательств может негативно отразиться и на имидже республики, как региона с развитым строительством, и на дальнейших договоренностях. Они влияют на форму поддержки со стороны Министерства регионального развития. Это и по программе стимулирования жилищного строительства, выделения дополнительных средств. По программе «Молодая семья» соответственно 2013 год при невыполнении показателей скажется на форму поддержки со стороны федерального центра, что в общем-то ударит по всей республике, и особенно будет обидно тем муниципалитетам, где в полном объеме все обязательства выполняются. Это касается и предоставления земельных участков под строительством многодетным семьям. Глава Чуваши отметила, что неэффективной работы у глав муниципалитетов быть не должно. Если руководители не в силах справляться с поставленными задачами, лучше искать другую работу. Еще один вопрос, который также нуждается в доработке более точных разъяснениях – выплаты зарплат работникам бюджетных учреждений. Увеличение заработных плат в Министерстве культуры прошло в два этапа. Рост к декабрю 2011 года составил 22%. Правда, оплата труда ниже среднего наблюдается в 17 районах республики. Повышение зарплат педагогам дошкольного образования сейчас проверяют вручную. И в конце декабря муниципалитеты должны отчитаться полностью. Елена Гальперина, Данифа Тагерова, Евгений Анисимов, Республика. Типовые дома, как таковые, в столице Чуваши уже давно не строят. В современных условиях проектирование домов даже на базе существующих серий предполагает экспериментальный и индивидуальный подход. О модернизации существующих и развитии новых прогрессивных направлений в индустриальном домостроении говорили на Совете по модернизации и технологическому развитию экономики республики. Строительство с технологической точки зрения – отрасль чрезвычайно консервативная. Это неудивительно. Длительную историю развития отрасли можно сравнить с историей развития человечества, с опробированием различных материалов и технологий, в результате чего и сложились потребительские стереотипы. Строители крайне осторожны в выборе новых материалов или способов строительства. Тем не менее, инновации в строительных технологиях нужны, и многие в нашей республике активно их внедряют. За последние 6-7 лет вложили более сотни миллионов рублей в модернизацию своей базы. И сейчас могу однозначно сказать, что те каркасы на основе сарета, которые мы делаем, это самые легкие сооружения в республике и не только. Сегодня внедрена технология по производству пустотной силы, которой нет в республике. Скажу, что здание площадью 10 тысяч квадратных метров, построено с учетом этого железотонна, будет на 1100 тонн легче. Может быть, цифры не столь внушительные, но скажу, что 1100 тонн легче перевозки. На 1100 тонн надо меньше совершить, меньше отравления будет атмосферы, менее нагружены дороги. И самое главное, здание получается легче. В настоящий момент республика занимает лидирующее положение по наращиванию темпов строительства среди регионов Приволжского федерального округа. Министр строительства отметил, благодаря тому, что восстановлено крупнопанельное домостроение, удается строить 300 тысяч квадратных метров жилья в год. Каркасного и сборного монолитного – около 280 тысяч квадратных метров. Более 230 тысяч квадратных метров – малоэтажного жилья. Мы сегодня располагаем мощностями, которые позволяют строить объекты любой сложности, как в промышленности, в социальной сфере, так и в жилищном назначении. Тем более, что отрасль не стоит на месте. То есть сегодня завершена, можно сказать, программа модернизации завершена на научно-пасажском заводе строительных материалов. То есть в октябре 2012 года завод запустил новую импортную линию по производству лицевого кирпича общей мощностью порядка 30-35 миллионов штук кирпича в год. Кроме этого, в Красноармейском районе летом откроется новый завод по производству облицовочного кирпича, который полностью обеспечит нужды республики. У нас самое лучшее сырье по сравнению с Татарстаном и других регионами. Мы имеем три карьеры – превосходная глина, и как красная глина, и светлое сгурчатая, и трепел. Все у нас есть для выпуска хорошего облицовочного керамического кирпича. И плюс современная технология. Это дает хорошие предпосылки, что будем мы конкурентными сегодня любым заводам, которые сегодня есть в Российской Федерации. Предполагается, что мы у себя будем использовать половину мощности, только в пределах 30 миллионов. Если мы будем строить миллион квадратных метров хотя бы, я прикидывал, если из них 70% будем из кирпича, если строить из них, то нужно будет 35 миллионов штук облицевого кирпича, чтобы их облицевать. Ну, поэтому остальное будем экспортировать. На сегодняшний день в республике работает 8 круглогодичных и 7 сезонных кирпичных заводов с проектной мощностью около 310 миллионов штук кирпича в год. Также работают 7 заводов и производств по выпуску сборного железобетона. Общей проектной мощностью около 500 тысяч кубов условных изделий в год. Вот только непонятно, почему плановые показатели жилищного строительства этого года выполнены менее чем на 70, а в отдельных муниципалитетах на 60%. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Юрист вместо агрария в Чувашской сельскохозяйственной академии очередные кадровые перестановки. Ректором вуза на этой неделе была назначена экс-председатель регионального избиркома Людмила Линник. Соответствующий приказ был подписан в Федеральном министерстве сельского хозяйства и озвучен несколько дней назад. Напомним, что свой предыдущий пост Людмила Линник покинула два года назад. Центральную избирательную комиссию Чувашии она возглавляла на протяжении 15 лет. Ее назначение многие интернет-пользователи поспешили связать с проведенным недавно мониторингом государственных вузов, в ходе которого сельскохозяйственная академия вошла в список вузов с признаками неэффективности. Однако научное сообщество республики опровергает данные и доводы. Конечно, усердителем является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Наверное, учредитель имеет право на смену ректоров, имеет право рекомендовать ту или иную кандидатуру коллективу соответствующего вуза, будь это Минсельхоза России или Миноборнауки России и так далее, своим ведомственным вузом. Но смена руководства Чувашской государственной сельскохозяйственной академии никоим образом нельзя связывать с результатом мониторинга. Здесь речь о замене ректора не стоит, поскольку понятно, что мониторинг проводился по итогам 2011 года. А ректор, допустим, сельскохозяйственной академии, он работал с апреля месяца. И на результаты он влиять не мог. Аграрии Чуваши, в частности, представители Союза ветеранов, считают, что вузом должен руководить человек, знающий отрасль изнутри. Николай Васильев – заслуженный работник сельского хозяйства. Семь лет он стоял у руля предприятия агроинновации и считался вполне успешным руководителем. Не только удивлены, а беспокоены складывающиеся ситуации самым главным учебным заведением нашей аграрной республики – это наша сельскохозяйственная академия. 51 год тому назад я закончил эту сельскохозяйственную академию. И с тех пор ни на один день практически, ни на один месяц не терял связи. Самые лучшие наши педагоги вложили в нас прежде всего именно работники, руководители, ученые сельскохозяйственной академии. И благодарность эту на всю жизнь мы сохраняем до сих пор. И неспроста мы сегодня озабочены, обеспокоены вот той обстановкой, которая сегодня сложилась. Мы удивлены, даже шокированы, некорректным, неожиданным, непрофессиональным решением Министерства сельскохозяйственной академии о смещении ректора сельскохозяйственной академии Васильева Николая Ивановича с должности и замену его на другую личность. В Чувашии внесли изменения в региональный закон о митингах. Теперь для проведения публичных встреч появятся специально отведенные места, где люди смогут обсуждать различные вопросы, высказывать мнения, собирать подписи и проводить другие общественно-политические акции. Обсуждали за круглым столом в столичной администрации. Федеральный закон о митингах был принят летом 2012 года. Тогда он вызвал неоднозначную реакцию, споры не утихли до сих пор. Однако закон есть закон, и его нужно выполнять. В качестве общественно-политических площадок власти предложили несколько точек. Мы предлагаем включить перечень специально отведенных мест в следующие объекты. Два места. Сквер имени Чапаевой. Красная площадь. Это как раз нулевая отметка. Красная площадь тоже у нас используется на сегодняшний момент в качестве проведения публичных мероприятий. Парк культуры и отдыха имени 503 города Чебаса. Площадка перед сценой. Площадка перед парадным входом в здание ДК имени Кузангая. Территория перед Чувашским государственным театром. Могли и Балета. Эта территория тоже используется. И территория стадиона Волга. В дополнение к вышесказанному хочу также довести, что в адрес председателя кабинета министра поступили обращения. Против включить перечень специально отведенных мест также и площадь республики. Большинство предложенных мест администрации города участников круглого стола удовлетворил. По некоторому присутствующих были вопросы. Бурно обсуждали возможность собраний на площади республики. Здесь расположены два вуза, общеобразовательное учреждение, часовня. По мнению правоохранительных органов, если проводимое здесь собрание выйдет из-под контроля, могут пострадать участники акции и прохожие. Также под угрозой может оказаться проезжая часть. Однако в региональном отделении коммунистической партии предлагают это место не исключать из списка. Официально отведенные места не должны быть особо охраняемы. В любой момент там имеют люди право до 100 человек собраться и провести публичные мероприятия. То есть там в любом случае площадь для республики 500-летие, Чебоксар или стадион Волга, там будет необходимо вести особый режим дежурства правоохранительных органов. Другого пути нет. Это закон определяет. Такая площадь республики в этом отношении наиболее удобна, потому что как раз здесь-то и надо в первую очередь усиленный контроль и усиленную охрану производить. Сформированный список мест проведения публичных мероприятий должен утвердить Кабинет министров республики. Данифа Тагирова, Константин Козлов, Республика. 1830 наркозависимых состоят на учете в Чувашии. Это на 168 человек больше, чем в прошлом году. О том, чего удалось добиться и что еще предстоит сделать, говорили на заседании Республиканской антинаркотической комиссии при главе республики. Участники предоставили отчет о выполненных поручениях и обсудили вопрос о качестве медицинской помощи больным наркоманией. 37 килограммов наркотиков изъяли правоохранительные органы из незаконного оборота в этом году. Все силы были брошены на разоблачение организованных преступных групп. Выявлено 377 преступлений и 510 административных правонарушений. Уничтожено 22 очага конопли. За рассматриваемый период на 18% увеличилось количество выявленных правоохранительными органами административных правонарушений с 921 до 1088. На учете все чаще отмечаются молодые люди, которым еще нет и 16 лет. Среди наркоманов их становится все больше, но медики и полиция на них меньше обращают внимания. Участники заседания отметили, что для борьбы с наркоманией не всегда требуется применение методов оперативной работы. Оказывается, наркоманов среди подростков меньше там, где работают физкультурно-оздоровительные комплексы. Такие же данные и среди студентов. Михаил Игнатьев поручил усилить профилактическую работу и проводить ее регулярно. Уровень наркотизации населения республики по-прежнему в 1,7 раза ниже, чем при Ворском федеральном округе. Поэтому я хочу в уходящем году поблагодарить все службы, которые на самом деле эффективно работали, работают. И как должностные лица, есть эффективное взаимодействие, ибо это зло для общества представляет соответствующие угрозы. По итогам заседания были приняты решения, которые касались совершенствования совместной работы правоохранительных органов, медицинских учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления. Олеся Русакова, Татьяна Молокова, Константин Козлов. Сегодня правительство обсуждало работу государственных предприятий и организаций, в которой государство является одним из учредителей. Министры говорили об их финансово-хозяйственном самочувствии за 9 месяцев года. Кто поработал прибыльно, кто убыточно и что делать последним. Предварительный анализ показал – улучшения есть. Сегодня об этом заявила глава Минимущества Светлана Янилина. Профильный министр сообщила, что обследовали 42 группа и хозяйственных общества. Такой анализ позволяет понять их состояние, увидеть, какая деятельность прибыльна, какая убыточна. Суммарная выручка всех предприятий составила свыше 6 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла. Прибыль тоже. Это более 198 миллионов рублей. Наибольшую суммарную чисто прибыль получили организации под ведомственным министром – 130 миллионов рублей. Здесь необходимо отметить, что 52% от этой суммы занимает инвестиционные надбавки госпредприятий БОС. Нерентабельными по итогам 10 месяцев являются 7 организаций. Наибольшую суммарную убыточку получили организации под ведомственным Минэкономразвития. Ситуацию министры разбирали по отраслям. По проблемным учреждениям разговор был предметным. По линии Минэко вопросы возникли корпорации развития в разрезе Минстроя – Чувашской топливной компании. Она выставлена на продажу. Озадачивают темпы снижения, срыв планов. По линии Минтранса – аэропорт Чебоксары и Чуваш-Автотранс. У последнего – просроченная задолженность. По мнению профильного министра, долги снизились. А по итогам года, возможно, удастся получить прибыль. Не допускать роста долгов, работать забалансировано призвал сегодня глава Кабмина Иван Маторин. Он также дал поручение профильным министрам еще раз посмотреть, как можно улучшить финансовое самочувствие учреждений. Ежемесячно глава администрации города Чебоксары проводят прямую телефонную линию, на которой отвечают на вопросы горожан. В этот раз вместо Алексея Ладокова звонки принимал его заместитель по вопросам ЖКХ и благоустройства. Общение длилось более часа. За это время заместитель главы администрации ответил на 43 вопроса. Завышенные суммы в платежах, уборка улиц и территорий возле них, ремонт дорог, жалобы на работу управляющих компаний – основные проблемы, с которыми обращались горожане. Впрочем, это неудивительно. Многие просили разъяснения, почему резко возросли платежи за общедомовые нужды после введения новой системы оплаты коммунальных услуг. Ну вот мы и удивляемся, почему получается такое большое количество воды на общедомовые нужды. Ну там есть спорный вопрос. Вот на прошлой неделе этот вопрос мы как раз рассматривали на правительственной комиссии, на сегодня там надо будет по этим расчетам заплатить. Сейчас, если решение будет принято, потом перерасчет обязательно сделают. Мы вот думаем, что нормы неправильные. Есть такой вопрос. Такой вопрос сейчас на контроле. И когда будет решение… Вопрос можно будет рассмотреть после принятия проекта бюджета на следующий год. Житель Новоюжного района поднял проблему ненадлежащего содержания дороги возле продовольственного магазина «Сахарок» по улице Кадыково, где сами жители самостоятельно не смогли найти ответственного за уборку. В течение 14 лет, наверное, уже не убирается совсем. Я так понимаю, деньги выделяются, средства и так далее. А хозяев мы найти не можем. Рядом находится управитель компанией «Пик-1». Эта территория к ней не относится. Поговаривали, что вроде самозрительный строй. Мы тут и в телевидение обращались, и в администрацию обращались. Никто найти концов не может. Убираться будет эта территория в конце концов или нет? Ответ на вопрос был кратким. Будет. Найти ответственного пообещали в кратчайшие сроки. Волновалы горожан и замороженная стройка в микрорайоне Байконур. Кто-то хочет приобрести там жилье, а кто-то уже участвует в долевом строительстве. Ждет его продолжение и, конечно же, новоселье. Пока на сегодняшний день вопрос обсуждается, окончательные решения пока не принято. Поэтому мы просим подождать пока. Разобраться на месте удалось лишь по восьми вопросам. Остальные передали ответственным структурам. Контролировать их решение и исполнение будет сам глава администрации города Алексей Ладыков. Ольга Григорьева, Данифат Агирова, Константин Козлов, Республика. В Чебоксарской специальной коррекционной начальной школе «Детский сад номер два» прошел хоровой фестиваль «Радуга талантов». В нем приняли участие девять хоровых коллективов, в составе которых педагоги, школьники и воспитанники детского сада. Свои выступления они посвятили 100-летнему юбилею государственного хора имени Пятницкого. Репертуар фестиваля был разнообразен. Прозвучали произведения советских и современных композиторов. От Дунаевского и Струве до Зарицка и Савенкова. Исполнение каждой песни было оформлено в виде музыкального клипа. Сопровождалось танцами, ритмической импровизацией. Большую помощь в подготовке фестиваля оказали родители обучающихся. Готовили оригинальные и красочные костюмы. Лука, все вместе! Национальная телерадиокомпания проводит новогодний конкурс «Волшебная елка». Участником конкурса может стать любой, кто изготовит своими руками новогоднюю подделку или елочную игрушку и принесет ее к нам на телевидение. Уже сейчас в студии национального телевидения царит новогоднее настроение. Здесь собираются работы участников конкурса «Волшебная елка». Каждый день в редакцию национального телевидения приносят новые работы, сделанные своими руками. Здесь уже появились елки, ангелы, символ года, снеговик, снежинки, гирлянды. У вас еще есть время принять участие в конкурсе «Волшебная елка». Все работы мы принимаем до 18 декабря на национальном телевидении. По адресу проспект Ленина, 15, здание национальной библиотеки. Все работы будут выставлены в галереи Дворца детского и юношеского творчества. Лучшие игрушки и поделки украсят городскую елку. Авторы лучших работ получат билеты на новогоднее представление и много других подарков от партнеров акции. Новый год – это всегда ожидание чудес как для детей, так и для взрослых. Вот я, например, верю, что Новый год принесет только лучшее. Я знаю точно, что если верить мечтой и обязательно добиваться ее, то все сбудется. А ребятам я желаю новогоднего вдохновения и победы в конкурсе. А наша компания приготовила подарки за самые интересные, на наш взгляд, и красивые подделки. А также мы поздравляем всех жителей и гостей республики с наступающим Новым годом. Желаем всем счастья, любви, здоровья и удачи. Проявляйте свое творчество, фантазию, а я вам желаю победы в конкурсе. До финала акции осталось немного времени, а призы обещают быть интересными. Так что поторопитесь. На этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова